Царю небесный, утешителю души истинным, И живи везде, и все исполняй сокровища благих, И жизнеподателям принеси лица вны, И очистены от всяких скверных, И спаси блажен души нашим. Господи, молим Тебя, благослови эти занятия, Дай нам правильно понимать Твои божественные слова, И допусти уклонение ни вправо, ни влево, Господи. Прибудь с нами в этот вечер благодатный, Сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Воин Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, мы закончили на таких стихах. О римлянам 2 глава, 21-24 стих. Как же ты уча другого, не учишь себя самого, Проповедуя не красть, крадешь, Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, Гнушаясь идолов, святотатствуешь, Валишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Но ради вас, как написано, имя Божия хулица у язычников. Так, освежились в память? Как раз мы о святотатстве говорили, О законопочитании. Вот. Ну и теперь идем дальше. Двадцать пятый стих. Остал Павел пишет римлянам. Обрезание полезно, Если исполняешь закон. А если ты преступник закона, То обрезание твое стало необрезанием. Толкование. Так как обрезание было в большом уважении у идеев, То не сказал о нем тотчас в начале, Что обрезание излишне. И бесполезно. Но на словах допускает, А на деле отвергает его и говорит. Я согласен, что обрезание полезно, Но тогда, когда исполняешь закон. Не сказал, что оно бесполезно, Дабы не подумали, что уничтожает обрезание. Но доказывает, что иудей не имеет обрезания, Говоря, обрезание твое стало необрезанием. И так доказывает, что иудей не обрезан по сердцу. Два разумеют обрезания и два необрезания. Одно наружное, а другое внутреннее. Именно. Обрезание наружное, Есть обрезание плотское, Когда обрезается кто по плоти. Обрезание духовное, Состоит в отвержении плотских страстей. И необрезание плотское бывает тогда, Когда кто остается необрезанным по плоти. Необрезание духовное бывает тогда, Когда кто, имея языческую душу, Нисколько не отсекает страстей. Мысль Павла такая, Если ты обрезан по плоти, Но не выполняешь узаконенного, Ты еще не обрезанный. Не обрезанный по духу. Равным образом, кто не обрезан по плоти, Но выполняет узаконенное, Тот обрезанный по духу, Потому что у него отъяты плотские страсти. Пожалуйста, вопросы. Игнать Тихонович, наполните? Согласно послания к Колоссиным, Апостол Павел доказывает, Что все имело прообраз в Ветхом Завете. Нас интересует именно обрезание. Обрезание, отвержение плотских страстей. Смысл заложен в него. И оно указывало на крещение. Это абсолютно определенно. Если с этой позиции сейчас говорить, То не обрезан. Он обрезан. Если он теперь, как язычник, Единские обычаи ввел в общение, В общество израильское, А потом Павел признал, что ты не обрезан, А потом он покаялся, То ему второй раз обрезать себе нет? Нет, конечно. Что там резать-то, когда уже отрезано? Так точно и с крещением. Если по этому принципу смотреть, То из тех, которые сегодня даже моченые, Моченых-то нет никого. Просто мокрая ладошка по голове задели. Если это считать за крещением, То и тогда малый процент, Только один на триста человек, Статистика показывает, Которые думают исполнять. Остальные так, для проформы. В армию берут, чтобы там живой вернулся, Да, экзамены сдать. Особенно вот как сессия начинается, От студентов подбоя нету, По храмам лезут. Вот статуя стоит, Я был в Томске, Там я не знаю кто, Чехов там сказал, Какие они необразованные, Это мечи, да, грязь такая на улице. И там к статуе нужно подойти, За нос взять себе ее. Она вся покрашена, А нос прямо блестит. Я говорю, а что он блестит? А тут посмотри, Что делается во время сессии. Вот у нас точно так же. Так какая беда? Затискают, И распятие к иконам студенты. И мы должны сказать, А теперь если он покается, Надо ли ему крещение принимать? Если он правильно принял, Не надо. Крещение единое. Но если его не было, Так и надо назвать не было. Вот этот момент как раз и говорит. Крещеных же правильно, Даже с погружением мало. Которые по духу исполняют. Вот этого надо бояться. Все. Ну что, идем дальше тогда. 26 стих. Итак, Если не обрезанный Соблюдает постановление закона, То его не обрезание Не вменится ли ему в обрезание? Не говорить, Что не обрезание превосходит обрезание. Ибо поэтому истинное обрезание Есть добрая деятельность. Равным образом не обрезание Есть худая деятельность. Заметь, Не сказал, Если не обрезание сохранит закон. Ибо вероятно предполагал Такое возражение от кого-нибудь. Возможно ли, Чтобы сохранил закон Человек необрезанный, Когда самое бытие необрезанным Составляет нарушение закона? Как же выразился Постановление закона? То есть постановление, Выполнением которых Думают оправдаться. Ибо обрезание не было делом, Но страданием Претерпеваемым тем, Кого обрезали. Почему и не может называться Оправданием закона? Оно дано как знак, Чтобы не смешивали иудеев С язычниками? Вопросы? Ну вот, если вот сравнивать Не обрезанного с некрещеным, А обрезанного с крещеным, Потому что обрезание Прообраз крещения было. И вот такой вопрос. Если некрещеный Соблюдает Все христианские законы, Не вменится ли ему это в крещение? Кто желает ответить? Как раз тут толкование говорится, Что раз он не обрезан, Это и есть нарушение закона. Сам закон говорит. Так и здесь. Люди, которые чувствовали свою вину, Ну, в настоящий момент даже, Спрашивали Петра, что делать? Он говорит, покаяйся. Покайтесь. И да крестится каждый из вас Своим Иисусом Христом Для прощения грехов. Крестится. И получит дар Святого Духа. И никто не сказал, Ну, я буду все исполнять, Но только не крещусь. Не крещился, значит, Остался мертвецом. Вопрос такой даже не ставит. Он говорит, Ну, если кто-то поставит Такой вопрос, Что ему сказать? Сказать глупый вопрос, А на него отвечать не надо. 27-29 стихи. Продолжаем. И не обрезанный по природе, Исполняющий закон, Не осудит ли тебя, Преступника закона, Приписание и обрезание? Ибо не тот иудей, Кто таков по наружности, И не то обрезание, Которое наружно по плоти, Но тот иудей, Кто внутренно таков. И то обрезание, Которое в сердце, По духу, а не по букве. Ему и похвала, Не от людей, Но от Бога. Толкование. Здесь ясно показывает, Что разумеет два необрезания. Одно естественное, А другое произвольное. Бывающее, Как сказано тогда, Когда кто нисколько не отсекает плотских страстей. И два обрезания. Одно по плоти, А другое в духе. Обрезание сердца. Необрезанный, Говорит по природе, Имеющий обрезание страстей Через исполнение закона, То есть, как выше сказано, Оправдание закона, А судит, То есть, Обвинив, Не обрезание, Ибо говорить так о нем было тяжко, Но тебя, По наружности, Действительно, Обрезанного по плоти, Но не обрезанного по сердцу, Как преступника, Оправдание закона. Таким образом, Укоряет не обрезание, Которое, по-видимому, Уважает, Но оскорбителя, Или преступника его. Потом, Доказав это, Ясно определяет и то, Кто есть истинный иудей. И дает разуметь, Что иудеи Все делали, Все делали из тщеславя. Ибо не тот иудей, Кто таков по наружности, Но кто внутренне таков, Который ничего не делает, Просто чувственно, Но понимает духовно И субботы, И жертвы, И очищения. Когда говорит обрезание, Которое в сердце, По духу, То полагает путь К христианскому образу жизни, И показывает необходимость веры. Ибо верование сердцем И духом Имеет похвалу от Бога, Вспытующего сердца И ни о чем не судящего по плоти. Из всего следует, Что везде Нужна Жизнь. Под именем Необрезанного Или язычника Разумеет, Как и выше сказано, Не идолопоклонника, Но человека Благочестивого И добродетельного, Не соблюдающего, Однако, Иудейских Обрядов. Вопросы? Ну, тогда у меня вопрос. Вот есть люди, Которые Не хотят соблюдать Православные обряды, Но Считают себя Благочестивыми, Добродетельными Идолопоклонниками, Конечно. Вот. Но Это все обряды. Сейчас мы Новая тварь. Что им сказать на это? Ну, и он будет Приводить местописание, Что вот Обряды Уже не нужны, Это все Ветхий завет. Все это вот Иудейское это. И, Как я понимаю, Были же соборы, Которые Что-то оставили, А что-то убрали. Обрезание убрали. Сейчас Никто, Христиане, Никто не обрезывается, Но Что-то оставили. Бороду решили оставить. Кто-то считает, Что нету Спасения в бороде. И мы Новая тварь. И вот Как вот это вот Все Определяли, Интересно, Что оставлять, А что Убирать. Бороду Убрать и все. Отвечайте, Михаил Гордеев. То есть, Что ты говоришь, Бороду убрать и все, Остальное Оставить, да? Конечно. То есть, Разрешить Христианам Бриться, А все остальное Иудейское Оставить. Тогда Это тень Будущий благ, Которая Ветхом Завете Она осталась И все, Кто носил там, А потом Не носит больше. Подожди, Я не понял, Ты за бритье Или за обрезание? Ну, Если она Не нравится мне, Просто не могу Терпеть Вот это все, Когда Вокруг Рта Рот Должен быть Чистый Бобрей Вообще Все Круг Ну, Тут уже Остается Немного Еще И все Чисто Будет Хорошо Ладно, Все Бороду Сбрил Теперь Крайнюю плоть Тоже Будешь Обрезывать Не мешается Она тебе? Нисколько Нисколько? Как Так По-евангельски Вот что Только Ты читал Сейчас Это Кто Исполняет Закон Вот кто Зипу Надевает На себя И подпоясывает Его веревкой То ему Надо Исполнять Весь закон Он Обрезал Себя А я Не обрезал Вот Говорит Про это Ты считаешь Либо все Либо ничего Если веревка Подпоясался Нужно И бороду Носить И плоть Обрезать И пести Отрастить А если ничего То и бороду Сбрить И Тогда И надо Сбривать Там что ниже Крайнюю плоть Если так Рассуждать По твоему Крайнюю плоть Обрезали По закону Моисееву А я не Исполняю Закон Моисеев Я исполняю Стараюсь Исполнять Закон Христов Моисеева Все убрал Можно убивать Грабить Массивовать Стреподействовать Ну почему Десять заповедей Это самая Лишняя ступень Это первая ступень Десять Не надо Забыстать А А 12-ю 13-ю Которую придумали Я уже Значит не знаю Ну все Мысель Понятно По закону Моисееву Если там Заповедь Исполнять ее То там Ближнего Своего Нельзя Грабить Жену Его Не пожелай Вала Не пожелай Ближнего Своего А если Это не Ближний То можно Грабить Можно Изнасиловать Вот что Говорит Десять Заповедей А закон Христос Разрешает Христос Разрешает Сопрещает Все Все Сопрещает Самое Чистое Сердце Бога Узрит Вот и все Сердце Должно Быть Чистое Понятно И борода Должна Блестеть Да Если Можешь Конечно Если Пожелание Можешь Бороду Носить Носи Пожалуйста Но Она Ничего Не дает Благочестие Не добавляет Борода Вот Почему Ты не слышал Что святые отцы Утвердили Это как Блудодейная Ересь Именно С блудом Связано У меня У меня Уже Года Не позволяет Блудить Да И денег Нет На пенсию Никак Не сможешь Блудить Пенсия Маленькая Была бы Нормальная Блудил бы Да Ну тогда Видно было бы Ты опять Пал В грех Нет Ну что Ну я просто Так уже Говорю Шутка Да Такие вопросы Ладно У нас занятия идут Отступили Моенькая Миссель Понятна Во всем Любовь И во всем Заповедь Христова Вот и все Давайте Христово Исполнять А ветхозавет Не иметь Просто Ввиду Потому что Это тень Просто И все Она мешает И некоторые Эту тень Превращают Вот Поднимают На шесть Вообще То есть Понятно Националь Желающий Еще Высказать Что Ну Игнатий Тихонович Считает Сейчас Про меня Ну Давай Шапка Горит Ну Давайте Игнать Тихонович Понимаешь Нет Если Если у человека Во всю Жизнь Если у человека Который прожил Всю жизнь Поклоняясь Только своим Страстям Для него Идол Его Плоть Его Дух И когда Начинаешь Такими Говорить Что В бороде Спасение Как будто Он бороду Побрил И теперь У него Душа Такая же Блестящая Открытая Вот Судили Одного Верующего Но Судья Решил Его Уязвить А пока Не осудили Бороду Можно носить Пока Суд Не вынесет Решение Судья Говорит Ты Сколько Совратил Это Активные Строители Коммунизма Были бы У тебя Совесть Как Вот Эта Твоя Борода Черная Но Когда Дали Слово Он Говорит Гражданин Судья Если Судить По Бороде То У вас Ее Совести Совсем Нет Как Понимаешь Какое Дело И вот Когда Начинаешь Разговаривать С С Православными Которые По Названию Прожили Так Они Всегда За Это Цепляются Вот Борода Что Она Говорит Ну А Безборода Еще Говорит Во-первых Ты Не Церковный Человек Дальше Для У тебя нет образа Совершенного Человека Христа Даже Отъявленный Негодяй Не рисует Христа Бритт Правда Сейчас Нарисовали В футболке В футболке В кепке И И Прочее Неужели От этого Не зависит Зависит Почему В армии Сразу Человека Приводят В порядок Он Под поясом Должен быть Стоять На вытяжку И Прочее Внешне Это Показывает От внутреннего Зачем Тогда Платок Женщине А от этого Ничего Не зависит Конечно Не зависит Брудница Стоит Не зависит А что Такой Пояс Да Ничего Он Не значит Не значит Ничего А для Чего Еремия Бог Повелел Купить Пояс А потом Оторвать Его От тела Между Камней Положить А потом Он Сгнил Это Близень К Богу Это Истина Мы Живем Среди Вещей Сами Будущи Вещественными Что Такой Хлеб Пшенищинки А что Такой Пшенищинки Это Мы Сатана Просил Сеять Как Пшеницу О чем Григорий Метрополит Говорит Ты Не просто Жуй Хлеб А думай Что Мы Единые Из этого Делается Причастие Не просто Плачущий Ребенок А и Христос Лежал В не Слях Ты Мысли Туда Пусти И ты Не будешь Тогда Цепляться За то Что В мире Однажды Мне Пришлось Редкий Среди Даже Баптистов Настоящий Пресмитер Если бы он был Рукоположен Это Седвецкий Карл Станиславович Из Черновцов Город такой Ну и собрались Там Баптисты Много Баптистов Пожилые И все Бритые Я в конце Спросил А зачем Брятись А зачем Она Борода Она мешает А кому Она мешает Никто Не говорит Что Она Вам мешает Я Тогда Открываю С собой Привез Журнал Баптист Называется Он по размеру Больше огонька Был 1910 год И на первой странице Сидит Молодежь Все до одного С бородами Баптисты Все до одного Дальше Союз борьбы За освобождение Рабочего класса Самый старший Господин Ульянов 30 лет Все до одного С бородами Не говоря Его отец Как инспектор Ущевич Со своими Коллегами Все с бородами Что это Я говорю Скажите Вот Если бы сейчас Все люди Стали носить Бороды Или указ Такой Вышел бы Вы стали бы носить Стали Вот я говорю Теперь вы и показали себе Я этого ответа ждал от вас Поступайте По стихии мира А не по Христу Человек Который всю жизнь Балагурил Пьянствовал Развратич Он курил Он Мирской И у него рассуждения Абсолютно мирские И не надо тратить На это время Он желает Этим путем Закончить жизнь Поганую Пусть заканчивает Для нас Нужно избрать То что Бог дал Совершенный Образ Христос Все апостолы С бородами В Новом Завете Пойди по иконам Посмотри Православным Вот я сегодня Дмитрийской церкви был Без бородов ни одного Не считаю Молодых Иоанна и Пантелеймона Тут рассуждать не о чем А почему Ты соблюдай То и другое Я повинуюсь Внешне Повинуюсь И внутренне А не так Я внешне отвергну А внутренне Я паинька Это обман Притом страшный обман А зачем поститься Надо поститься От грехов Грехи не делать Ну что Я телевизор Не буду смотреть Буду в уме Воображать женщин А ты не смотри Не воображай Что ты разделяешь Тут как раз Толкование говорит Что одно Дополняет другое Должно быть В полноте Мы из плоти Из души Ну что то и другое Отошел Увы мне Ну не отчаивайся Не отчаивайся Дорогой Ильяна 3.16 Скажи Тогда Всякие веры Сережа Пошли дальше У нас времени Совсем нет Уже полчаса прошло Пока Привяжи Римлянам 3 глава Да Да Оставим потом Римлянам 3 глава 1-4 стихи Итак Какое преимущество Быть иудеем Или какая польза От обрезания Великое преимущество Во всех отношениях А наипаче В том Что им верено Слово Божие Ибо что же Если некоторые И неверны были Неверность их Уничтожит ли Верность Божию Никак Бог верен А всякий человек Лжив Как написано Ты праведен В словах твоих И победишь В суде Твоем Верна Васильевна Звонит Не могу ее добавить Почему-то То ли Народу много То ли что Толкование Отринув Все постановления Закона Словами Какое преимущество Быть иудеем Видит Естественно Рождающиеся Возражения И предотвращает Оно Какое же Это возражение Следующее Если в постановлениях Тех Нет Немалой Пользы То для чего Же наконец Избран Народ Иудейский Возражение Это Решает Со свойственной Ему Мудростью На словах Соглашается И говорит Там если Кто свободный У вас есть Надежда Васильевна Что это Заводит Не могу Пригласить ее Или что Сережа Ничего не надо Отключи Давай Времени Совсем Мало Остается Следующее Если в постановлениях Тех Нет Немалой Пользы То для чего Наконец Избран Народ Иудейский Отвечаем Возражение Это Решается Свойственной Ему Мудростью На словах Соглашается И говорит Что Великая В пользу Иудею А в доказательство Этого Приводит Не заслуги Иудеев Но Дарование Божие Не сказал Что Иудеи Весьма Превосходят Прочие народы Потому что Хорошо Выполнили То-то И то-то Но Что Им Вверено Слово Божие А это Есть Благодеяние Божие А не Превосходство Их Что значит Вверено Дано Поручено Бог признал Иудеев Достойными И потому Вверил Им Непесные Откровения Говоря так Внешне Защищает Их Но При всем В том Выставляет На вид Новое Обвинение Доказывая Что Они Не Уверовали Словам Божиим Которые Служили К Их Чести Но Это Обвинение Представляет Не от Своего Лица Как бы Так Говорить Какая Польза Иудеям От того Что Они Получили Откровение Божие Когда Они Не Уверовали Ему Кажется И Это Возражение Решает Оправдывая Не Удеев Но Бога Если Не Уверовали То От Бога Ли Это Уже Ли Неверность Их Уничтожить Верность Божию То То есть Порученные Им Откровения И Благодеяния Неверность Иудеев Не Только Не Причиняет Богу Никакого Вреда Но Напротив Оказывает Большое Человеколюбие Его Потому Что Он Лишает Благодеяния Тех Которые Впоследствии Бесчестят Его Видишь Ли Как Обвинил Иудеев Тем Самым Чем Они Хвалились То Есть Тем Что Получили Закон Выше Сказал Что Не Уверовали Некоторые Между Тем Оказываются Неверными Не Некоторые Но Все Поэтому Чтобы Не Огорчить Иудеев Премудро Ведет Речь И Оказавшиеся На Опыти Излагает В виде Предположения Положен Говорит Что Все Были Неверны Тоже Из Этого И В этом Случа Бог Оправдывается То Если Рассудить И Сравнить Что Даровал Бог Иудеям И Как Они Вели Себя Перед Ним То Праведность Остается На стороне Бога Как И Давид Говорит В Салме 50 6 Стихе Пока Ваня Закончено Вопросы По Этому Стиху Но У меня Опять На Сегодняшний День Сравнение Если Если У Православных Преимущество Если Они И Какое Преимущество Если Они Этим Преимуществом Не Пользуются Как Мы Будем Выглядеть Перед Другими Конфессиями Понятно Можно Ли Такое Сравнение Сделать Верено Ли Нам Истинное Толкование Слово Гожное Верено Ли Православным Синодальный Перевод Библия Которой Все Сектанты Пользуются Но Они Что Говорят Да Вы Там Ничего Не Соблюдаете По духу Не живете Посмотрите Как Вы Все Пьете Курите Материтесь Какие Вы Православные Вот Мы Новая Тварь Но Эта Верность Божию Уничтожает Если Среди Православных Некоторые А Можно Сказать Что Не Некоторые А Также И Все Называющие Ся Православными Так же Как И Иудеи История На Мой Заг Повторяется Не Кичаться Иной Раз Над Сектантами Как Как Тогдашние Иудеи Приходящих Из язычников Это Что Христиан Христиан Уже Пишет Римским У них Среди Христиан Начались Вот Такие Превозношения Друг Перед Другом И Он Их Постоянно Примеряет Никто Нас Сектантами Примерит Гоните Их Шею Вот И вся Проповедь Батюшки О Нибудь Опять Эти Свидетели Его Ну И Ой Господи Помисс Кто Хочет Ответить И Желающих Нет Игнать Тихонович Верено Ли Православным Что Либо Чтобы В этот вопрос Понять Нужно Взять Абсолютно Беспредельно Глобальное Рассмотрение Еще Ничего Не было Не было Первоначальных Пылинок Вселенной Как пишет Премудрый Соломон Кирпичиков Составляющих Атом Так можно Сказать И тогда Бог уже Знал Что мы Сегодня Будем Сидеть И разговаривать Когда Это доказал С одним Священником Ехали А он Любит машину Он Ни на что Не обратил Внимания Ну Неужели Бог знал У меня кардан Будет делать Я говорю Только и всего Бог знал И русский народ И другой народ Но мы За себя Ничего не знаем И Бог Поэтому Верил И для Бога Разницы Никакой нет Признаем Мы не признаем В аду Будем гореть Или в раю Бог то Ничего от этого Не терпит Его херувимы И серапимы Славят день и ночь И если Этот человек Начинает понимать У него сразу Хульные мысли Так Бог Что ему Так и надо Это чтобы Свят 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 Говорили Бог Саваок Не надо Рассуждать Этот вопрос Запредельно далек От нашего Вмещения В наш разум Мы должны Сказать Да Иудеи Были неверны Как страшно И посмотреть Какой был пример Я к нему Обращаюсь Все время Числа 16 глава Вот Откройте Где нибудь Зарядите Свободное время Ютубе Самые страшные Тюрьмы И вы увидите Что Пять тюрем Фактически Хотя их Четыре Считают В России Где пожизненно Где к расстрелу Приговаривали Раньше Теперь пожизненно Находятся Ну и Вывод Какой отсюда Надо сделать Судьба От кого Их зависит В какой момент Они могут Получить прощение А обращаются Нет Теперь Птихиатры Сидят Их Фотографируют Зрачки Когда он К расстрелу Приговаривал И когда его На пожизненное Как у него Все меняется Душа Душа Просто Плещется И мы должны Это видеть Видеть в том плане Что мы доверяемся Богу Бог дал Мы должны быть верны Неверны С какой бы стани Тебя не застала Эта мысль Головой в землю Говорит Рога в землю Прости Господи Виновен Сколько раз Сколько раз Пал Только вставай Говорит Златоуз Я не побуждаю Тебя делать Бесконечный грех Но отрываю Тебя от мысли Об отчаянии Чтобы ты Не ложил на себя Руки Я уже сколько Бился Ничего не могу Сделать Но это есть У Льва Толстого Рассказ Дьявол Как он Верный Своей жене До этого Блудничный дворянин А теперь Он больше с этой Матриной не встретится А она подрядилась И она пришла Он ничего лучше Не нашел Как убить ее Он понял Что это дьявол Соблазняет Но почему Он не припал К ногам Христа И не пошел В молительном состоянии Умолять Бога Господи Мы православные Так много дано мне Не пошел Ни к батюшке Никуда Взялся за пистолет Почему Дьявол был Не в ней Только он Он был в нем И мы дожим А так глобально Мысли И русский народ Несчастный народ Но он и счастливый Что мы получили Все таки Православие А если Я говорю Были бы где то рядом Собрание апостола Павла Петра И туда пришли Эти посыльные Владимир Избрал бы он это Не избрал Потому что Слишком Скучно было бы им Мы всегда должны Вот это глобальное мышление Смотреть Это от вечности Бог предусмотрел Бог знал И поэтому Он остается верен А зная это Мы должны трепетать Возвращаясь назад Эти люди погибли Самые страшные Наказания За отступление От церкви Какой бы я ни был Негожий Но я божий Я в церкви нахожусь Все Всем сектантам Говорится орешка И сколько бы они Не горделись Не думали Что они хорошие Вне церкви Нет спасения Остается сила Участь Дофана Верона И Коре Мы для этого Проходим эти занятия Чтобы Никуда от православия Сохрани Бог Кого-то Отвращать от православия А то человек Уже учит землю Получит Отошел Время нам Третья глава Пятых шестой стихи Если же наша неправда Открывает правду Божию То что скажем Не будет ли Бог Несправедлив Когда изъявляет гнев Говорю по человеческому Рассуждению Никак Ибо Иначе Как Богу Судить мир Толкование Здесь представляет Одно возражение Иные могли сказать Если из того Что Бог Облагодетельствовал Нас А мы явились Неблагодарными К нему Он Оказывается Еще Более верным То за что же Гневается Он То есть Наказывает Нас Если мы Стали причиной Его оправдания И победы Такого возражения Апостол Решает Оно Весьма Мудро И В обличении Иудеев Из того Что Бог Наказывает Тебя Не следует Что ты Причина Победы Божией Ибо Несправедливо Победителю Наказывает Того Кто Был Причиной Победы Но Бог Не Несправедлив Иначе Как Бог Судить Мир Если Он Несправедлив Посему Когда Бог Наказывает Тебя А он Не Несправедлив Следует Что Ты Не стал Для него Причиной Победы Тем Что Грешил Ибо Бог Иначе Мог Победить Если Бо Ты Не Оказался Злым Слова Говорю По Человеческому Рассуждению Имеют Такой Смысл Как Говорит Отвечаю В оправдание Бога По Человеческому Разуму То есть Как Только Может Отвечать Человек Здравомыслящий Ибо Действия Божии Имеют Некоторые Непостижимые Для нас Основания Превосходят Человеческий Разум И Не Нуждаются В Защите Нашей Вопросы Тайны Которая У Бога И Никому Не Подвластна Почему Люди Считают Безумием Пропоть о Христе Языческий Мир Вообще Не Принял Как Так Простой Человек Плотник И Вдруг Он Бог Никак И Что Что Умер Бог Бог Не Умирает И Это Второе Никак И Третье Что Нас Совершенно Не Знающих Его Он Принимает Усыновляет И делает Подобными Себе То есть Несуразиса На Несуразису И апостол Павел Говорит Юродством Проповеди Вот Это Относится К Нам И Опять Вопрос Передущий О Православии Мы Имеем Истинное Священство Без Этих Священных Рук Нет Смертного Отпущения Грехов Говорит Господь Кому Простите Проститься Это Говорит Иоанн Златоуст Так Понимала Церковь Всегда А не Так Что Мы Теперь Ублажаем Свою Плоть Не Постанет Креста И Мы Богу Церкви Коллективный Разум От Духа Божия И Мы Должны Брать Этот Опыт А Как До Нас Люди Спасались Ну Неужели Я буду Говорить Я Святее Серапима Саровского Ильяна Кронштадтского Но Они Такими Не Были И Какой У них Был Вид Как Они Старались Лишнего Ни Одной Килограмма На Нем Не Было А Сегодня Живет Рот Корытом На Себя Центр Лишнего Сала Навешает Червям Корм Еще Пытается Учить Ты Смири Плоть Сначала Свою Павел Говорит Смиряю Порабощаю Вот Оно Здесь И Есть А Почему Я Расслышал Голос Божий Тогда Я Не Буду Себе Позволять Лишнего Ну Возьми Какие Были Как Илья 40 День Ян Крестить 40 День Но Я Да Приготовься Да Попастись Да На Последние Недели Причастись Ты Увидишь Как У тебя Эта Пелена Неведения Отречения Отвержения Ожесточения Против Церкви Христовой Сползет И ты Увидишь Ты Никто Ты Нигде Ты Выброшен Вместе С Дофаном Мироном Кореем Просто Себя Надо Потрясти Немножко За места Греховные Ты Увидишь Что Рта Раскрывать Не надо Даже А только Плакать И молиться У вас Камера Немножко Это Сползлай Найти Конечно Пол лица Видно Все Поправьте Примлянам Третья Глава Седьмой Восьмой Стиль А у вас Пол лица Видно Все Пол лица У вас Всего Видно Когда Говорите Ну Иди Правильно Сделал Виноват Подвинусь Я боялся Закрыть Текст У нас Твой Текст Идет На Экране А кто Сделал Текст Который Сейчас Там Есть Чья Это Программа Я Сделал Хорошо Сделал Ну Мы Сделали Свое Нам Ворд Вывели Так что Когда Выставляем У нас Тут Хорошо Видно Отлично Спаси Христос Так Римлянам Третья Глава Седьмой Восьмой Стихи Ибо Если Верность Божия Возвышается Моей Неверностью К славе Божией То За что Еще Меня Жи Судить Как Грешник И Не Делать Ли нам Зло Чтобы Вышло Добро Как Некоторые Злословят Нас И говорят Будто Мы Так Учим Праведен Суд На Таковых Толкование Снова Повторяет Прежде Сказанное Чтобы Уяснить То Если Через Преступление Мое Явился Бог Праведным И Верным То За что Наконец Осуждать Меня Оказавшего Пользу Славе Божией В таком Случае Я заслуживаю Не осуждения Но Награды А если Это Справедливо То Справедливо Будет И то Что Говорят О Нас Язычники Язычники Слышат Слова Павла Когда Умножился Грех Стало Преизобиловать Благодать Римлянам 5.20 Подвергали Их Осмеянию И утверждали Будто Христиане Говорят Будем Делать Зло Чтобы Вышло Добро Будем Грешить Больше Чтобы Умножилась Благодать Эти Слова Язычников Сказанные Ими В поругании И насмешку Над нами Имеют Место И в настоящем Случае Если допустить Что Бог Являет Свою благодать Благодаря Нашей порочности И неблагодарности Но в самом Деле Не так Речь Язычников Есть Речь Говорящих Всегда Ложь Праведен Суд На таковых То есть Они Наказаны Будут По справедливости Итак Тем Что грешу Я не становлюсь Причиной Оправдания Божия Потому что Осуждаюсь Как грешник Ибо Если бы Я грешил Во славу Божию Кто Не осуждался Был Полкование Закончено Вопросы Вопросов нет Игнать Тихонич Сказать Есть Что Или Дальше Игнать Тихонич Дальше идем Дальше идем Вот это что говорят люди Это сегодня так же говорят Без покаяния не спасешься А не согрешишь Не покаешься Поэтому надо грешить То есть Сатана никуда не делся Он один и тот же Но это говорят Только пока здесь Не ощутившая Того огня Почему Ян Затаус говорит Рассуждайте О гиене ежедневно На лишнее сходбище Не собирайтесь Но если где Осуждение идет Ну На казнь Судилища идут Похороны Туда ходите Чтобы у тебя Разум был Прикован К последнему дню И тогда ты увидишь Что сегодняшнее Все это мишура Вот как надо рассуждать А не то У меня все хорошо Я каждый день Буду Мечтать Где-то за границей Ездить Все это кончится Будем желать Один час для покаяния Его может не быть Поставь себе За правило Если ты не работаешь Семь раз в день Становиться на молитву По сто поклонов И ты увидишь Как у тебя Все по другому Будет идти Отошел Римлянам Третья глава 9-18 Итак что же Имеем ли мы преимущество Нисколько Так Какое-то эхо идет Кончилось Микрофончики Кто-то Повыключал бы Даже не могу сказать Кто Ибо мы уже доказали Что как иудеи Так и эллины Все под грехом Как написано Нет праведного Ни одного Нет разумевающего Никто не ищет Бога Все совратились с пути До одного негодный Нет делающего добро Нет Ни одного В гортанях Открытый гроб Языком своим Обманывают Яд аспидов На губах их Уста их Полны Злословия И горечи Ноги их Быстры На пролитие крови Разрушение И пагуба На путях их Они Не знают Пути мира Нет Страха Божия Перед глазами Их Толкованием Блаженный Фестиваль Сказав Выше Что иудеи Имеют Некоторое Преимущество Потому что Им Вверен И вручен Закон Теперь доказывают Что они Не имеют Никакого Преимущества По делам Своим Ибо Как Не сохранившие Вверенного Им Они Подвергнутся Большому Осуждению Посему Хотя И имели Они Некоторое Преимущество Как Избранные Богом Но как Делами Своими Они Бесчестили Почти Шва Их Честью И Избравшего Их Бога То не только Уже Не имеют Никакого Преимущества Но И подвергнутся Большему Осуждению Говорит Как бы От лица Иудеев И так Что же Имеем Ли Преимущества Превосходим Ли Других Угоднее Ли Прочих Богу Мы Иудеи Которые Получили Закон Обрезание Нисколько Ибо Иудеи Чтобы не Сказать Больше Согрешили Так же Как и Язычников А Откуда Это Видно Из Пророков Именно Давида И Исаии Псалом Тринадцатый Третий Пятый 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 Двадцать Восьмой Девятая Глава Двадцать Восьмой И Сто Тридцать Девятый Псалом Четвертый Стих А речь Со слов Многие Их Быстры До слов Они не знают Пути мира Принадлежит Исаии Пятдесят Девятая Глава Седьмой Восьмой Восьмой Стих Затем Опять Следуют Слова Обвинителями Иудеев Знаменательнейших Пророков И показывает Что они Говорят Совершенно Согласно Почему После слов Исаии Опять Приводят Слова Давида Ибо Исаия Ясно Говорит Об Иудеях О них же Говорит И Давид Далее Как Скоро Кто уклоняется От добра Тотчас Делается Бесполезным Ибо Порочность Есть Не иное Что Как Изращение Естественных Побуждений К добру Почему Возбуждая Человека К противо Естественному Делает Его Бесполезным Ибо Природа Не пользуется Уже Им Полобно Тому Как Не пользуется Она При Отправлении Дел Своих Больных Разрушение И пагуба Есть Грех Ибо Ничто Так Не разрушает Душу Как Грех Неправильным Путем Сварин Ибо Добродетель Как Естественное Добро Наше Устрояет Нам Путь Ровный И Гладкий А Порочность Знает Так Вопросы По Отрывку Вопросов Нет Ну что Ну что Игорь Вам Слово Раскрывайте Вот Павел судил или нет? Он сказал действительно. Когда говоришь действительно, это не осуждение. И он говорит, пророки от этого страдали и плакали. Пророки мучились. Мучились и апостолы. Кто внушил вам отступить, как Павел пишет Галатам, когда перед глазами как бы распил был Христос. Так вот сегодня эти слова, если бы нашелся пророк, что бы было? Мы однажды идем со священником, хороший священник, протеерей. И он мне говорит, идем на занятия в университете, в техническом университете занятия у нас были. Он говорит, ну почему Христос, когда говорит о том, что есть люди безразличные ко всему, жестокосердные, почему он взял фигуру священника-то? Он шел и вот из раненого увидел, прошел мимо, даже не протормозил. Ну почему? Сказал бы воин там или земледелец, но именно священник. Я говорю, значит Христос знает эту породу. Вот вы жестокосердный, дьякон еще не окончательный, семинарию только не учится. Но заинтересовался, пользы нет, но еще не все в нем выковырнули, человеческое. Как один преподавал и говорит, у нас есть некоторые, уже приняли ангельский чин, то есть в монахи вступили, а некоторые все же остались человеками. Но мы должны посмотреть это, что с нами делается-то. И где путь? Вот истинный путь Христу. Иго Христова взять. О, это фанатизм, это экстремизм. Тебя как угодно будут клеймить. Меня даже призывает, вот, в пример, я не могу где-то взять, из того, что вижу. Большие идут собрания какие-то, там, колокольные, конгрессы. Меня приглашают все время, это краевая администрация. Экстремизм. Выходят один за другим. Даю 10 минут, мне 5 минут. Я вышел и сказал, что если кто не экстремист, то это блевотина. Вот это показал на президиум, который сидит, которым все равно. Это что они придумали? Толерантность, вот это терпимость. Я говорю, дом терпимости устроили. А передо мной вышел доктор юридических наук. И стал говорить. И говорит, как будто по моей книжке считает. А я пришел домой, позвонил этому Сорокину через главного редактора. Я говорю, а как вы могли так сказать? Он говорит, у меня 12 томов открытым оком. Зря ли на полке стоят? Если мы будем говорить правду, у тебя будет много врагов, но будет много друзей. Однажды, решившись идти на этот путь, ты должен забыть, кто ты. Отвергнись с себя. Не на каждое слово обращай внимание. На тебя будут плевать. Тыкать пальцем. А, борода, ты такой. Да, такой. А чего ты бороду отпустил? Бог дал. Особенно женщины нападают. Да как тебя жена на себя допускает? То есть блудонейная ересь. Обязательно с этим связано. И вот мы прочитали, как в выдержке Писания. Ты должен ответить четко и ясно по теме. И ты увидишь, как сатана попятится. Вот Бог всегда с тебя этот опыт, ты поймешь, о чем я сейчас говорю. Никакой мудрости не хватит. На каждый довод есть контрдовод. Нам никогда не победить тех, которые учатся в университетах, как обманывать людей. Вот такие разные разведчики, то другое. Если ты знаешь Писание, они будут, раскрыв рот, слушать. Я беседовал с большими чинами в КГБ, в их кабинетах. И с первой минуты ставил задачу обратить их к Богу. И поэтому меня никогда не вербовали. Нигде. Ни в тюрьме, нигде. Почему? Бог меня умудрил в этом вопросе. Я каждому делюсь советом. Мы не знаем, что будет. Завтра будут терзать. Я не знаю, что со мной будет. Но ты минуты не пасуй. Доверься Богу. Судить будут? Старайся бросить это пламя огня в зал. Крестись, непрерывно перекрестись. У меня было время суда. Судья стал прекратить креститься. Это вам не собрание церковное. Выводить, приказал воину, выводить. А меня крестить, он не может тронуть, потому что меня судят. Вот мы здесь должны показать. Вот мы проходим апостола Павла. Его особенно не любят мусульмане. Тельпеть его не могут. А почему? Мы с этим посланием должны к ним идти. Вы хорошие. Они внешне соблюдают. Девственность 100%. Я говорю о настоящих мусульманах. Как они одеваются? Ну и сравни, как наши-то одеваются блудницы. Это на Б только можно назвать. Уходят, причащаются. А как? Внешне и внутренне они связаны. Как они этот хижаб надевают? И чего только у них нету. Я говорю, а как купаются? Особая ткань есть, которая воду пропускает. Особая ограда, караулит полицейские женщины. Ни с какой стороны, никакой папараси не подойдет. Я видел это, проехав по мусульманским странам и выступая у них. И что интересно, ни к кому не было такого уважения, мне говорят они, как православным. Когда мы уже заранее были знакомы и говорили об этом. Какую почесть оказывают. Поэтому вера православная, вера святая, чистая. Даже среди ночи нас пытались где-то выковырать. Православный батюшка в Италии нас выкинул, когда мы уже готовились засыпать. Некуда деваться. И он все равно прогнал от храма Екатерины. А эти, наоборот, приезжают нас. В доме мулы ночевали. Поэтому мусульмане более ближе ко Христу, чем наши православные, как отец Дмитрий Смирнов говорил. Страшные слова и слезливые. Отошел. Так, полчаса. Сейчас на вопрос и ответ. Кого накопили за это время, пожалуйста. Так, ну я вот сейчас пока вопрос задам. Здесь вот Александр М. В чате задает вопрос. Почему не смешивали иудеев с язычниками? У мусульман же тоже обрезание, но они не иудеи. Включайте, Игнать Тихоевич. Вот мы знаем, у одного человека было два сына. А одному сыну было 13 лет. А другому 8 дней. И в это время прозвучал голос Божий сделать обрезание. И он делает одному 13 лет, а от него кто пойдет? Измаил, измаильтяне. Они так и ведут. Но далее Бог положил печать на свой народ. Им верил Слово Божие, а тем не верил. Тот понаслышке, краем уха, что слышал, то и написал свою книгу. Почему замысел Божий? Я в прошлый раз говорил об этом, когда мы считаем. Встретили первосвященники-то, когда он шел войной-то, встретили, приветили. И говорят, а про тебя у нас написано. Как написано? Ты козел. Вот вы знаете, как сейчас. Ну назови нашего президента, козел ты сидишь там. А он понял, что как, ты победишь его. Ты земли буквально ногами не касаешься, идет козел. Но после тебя будет четыре. И более возвышенный будет тот, который и показали все. Знать Писание, это знать политику. Знать историю. И это необходимо. И поэтому, почему такому дано? Так, а этому так. Бог. Он так решил, чтобы я родился у роста метр семьдесят два. Не больше. А ты посмотри. Вот если кто не знает. Ну, буквально полминуты, чтобы сказать. Вот посмотри, как Господь избирает не самых великих. Вот я смотрю. Наполеон метр шестьдесят восемь. Ну какой это рост? Ленин метр шестьдесят пять. Сталин метр шестьдесят семь. И сколько на них было возложено, сколько дел наворочили. А как? Бог так сделал. Бог, чтобы было обыли, которые у него хвалились ростом, да. А Наполеон говорит, я тебя не могу сделать короче в один час. Короче, ты будешь вести себя тише. Как есть поговорка такая, говорит. Тише едешь, дальше будешь. А Столыпин сказал, дальше едешь, тише будешь. Вот отошлю, вроде Никита, подальше. Ты тихо себя вести будешь. Надо научиться всего извлекать пользу. Бог так сделал. Русскому народу верил. Самые большие территории. Самые большие богатства. И самые бедные они будут жить. Невероятно. Но это именно так. А самые великие будут другие люди. И потом будут обноски разные германские получать. И ничего, будут даже рады. Секонд-хенд. Вот как дело обстоит. Надо просто согласиться и на все научиться говорить Аминь. Благословляю тебя, Господи. Отошел. Еще вопросы? Вопросов нету? Дальше идем или что-то нам расскажете? Сергей, когда вопросов нет, ты знаешь, какая причина? Две причины. Одна причина, то, что все знает, еще мне зря время тратит. А другая, ничего не знаю. И вопрос задать не могу. Я сейчас буду задавать вопросы по этому же посланию к римлянам-то. И редко кто ответит. А почему? Нужно научиться слышать, что там заложено. Заложено для римлян. Заложено для первого века, для второго, для третьего. Почему все новые проповедники проповедуют одни и те же места Писания. И конца края нет. Выше Златоуста не было. Труженика. Проповедника. Видение, когда ему Бог показал его секретарю Проклон, вымолил. То он его не увидел в раю. Как так? Он говорит, прямо перед престолом Божьим. Только один человек. Ян Златоуст. И однако он все не сказал. За ним следующее проповедует. За ними следующее. Опять новая страница. Почему? От свет сегодняшних дней падает на этот стих. И мы в нем видим нечто другое. Такое, которое помогает нам правильно ступать на этой земле. Выбрать нужное направление. Не ошибиться. Это начнешь когда говорить. Да как ты мог? У меня даже архиерея. Я при архиереи проповедую. Ифот. Взял слово Ифот. И он после мне говорит, где вы это взяли? Я говорю, не знаю я где. Я просто молился. И мне показано было. Я нигде не высчитал это. А как это? Бог делает. А там совсем незначительное. Просто я увидел, на какой стене он висит. Вот что мне Бог показал. А отсюда тогда открывается целая картина. Что означает Ифот? Дальше меч Голиафа. А далее? А далее Златоуст говорит. Это здорово, что Давид победил. Но еще лучше было бы, если бы он его сделал своим. И перетащил на свою сторону. И направил против филистимлян. Вот додумайся так сказать. Почему Иоанну Златоусту было дано, никому не дано? А чем победил дьявол первого человека? Тройственный трезубец. Трезубец. Дева, древо и смерть. Дева, Ева. Древо познания добра и зла и смерть Адама. А Христос говорит. Вырвал трезубец и ударил его. А как? Дева Мария, древо креста на Голгопе и смерть Христа. Ну кто может это догадать? А теперь ты вот разверни это все и покажи. Иные люди говорят. Я читаю все время Библию. Это здорово. Но нужно размышлять. Применимо к жизни. На сегодняшний день конкретно. Это сказано было тогда. Но оно прозвучало сегодня. Ибо оно живое и действие на Слово Божье. Вот это мы и занимаемся. Ты должен каждый день на молитве замолчать. Вот мы говорим так. Говори, Господи. Слушает и дослышит раб твой. И замолкает все. Полная мертвая тишина. Что мне Бог скажет? Откого ты знаешь, что Бог? Я тебе не могу сказать о том. Этот вопрос не отвечается. Для духа немого. А как ты слышишь? Никак. Я читал рассказ, когда ребенок слепой был. И наконец все-таки зрение открылось. И он первым делом мать упрекнул. Пошли по лугу. Он видел колокольчики. Упав, обнял их. Мама, почему ты никогда не говорила? Какая красота. Я тебе говорил, а ты спрашивал. На что похоже? Может быть, как колокольный звон на Пасху. Да, малиновый звон. Но это не то, сынок. Ты должен сам увидеть. Я тебе буду говорить. Ты никогда не поймешь, если сам не получишь этого откровения. А как дается? По откровению. Пример. 13 октября память Яна Златоуста. У него был секретарем Прокл. Прокл, который в дальнейшем будет патриархом. И вот приходит один человек. Его сильно там несправедливо поступили. Искать защиты. К Яну Златоусту. И он посмотрел в скважину. Кто-то зашел к нему. Когда, говорит, я просмотрел, наверное, выходил. Второй день тоже. Третий раз. Третий день. Ян Златоуст прошел когда. И он решил Прокл не отходить. И когда этот посетитель пришел, и он решил посмотреть. И тогда пришлось открыть дверь. Ян Златоуст ему говорит, никого не было у меня. А на кого он похож? Он увидел икону на столе и говорит, вот на него похож. А это была икона апостола Павла. А он как раз писал толкование на римлян. И он все дела отставил Иоанн Златоуст. И он все дела отставил Иоанн Златоуст. Срочно стал писать только толкование. А блаженный Пептилак берет от него. Почему? Он понял, что душа Павла рядом с ним. Он растолковывает, что хотел сказать вселенский учитель. Видите, как они тонко смотрели на это. Не услаждались прихотями сонными. Отнимали сон. Для монаха, говорит, Арсений Великий достаточно одного часа. Но одного часа это маловато. Но попробуй на три часа сон свой. Но хотя бы на один месяц. Ты увидишь, как плоть застонет. Попоросящий начнет визжать. Есть хочу, спать хочу. Поэтому жизнь тех людей намного отличалась от нашей. И намного больше им Бог открывал. Поэтому перед толкованием, которое проходит, мы должны благоговейно склонять свое непокорство. И сказать, лучшего ничего не было. Говори. Ничего нет? Пошли вперед. Римлянам, 3 глава, 19-20 стихи. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста. И весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Ибо законом познается грех. Законом же называет весь Ветхий Завет. А не один, Моисеев, только закон. Как и теперь наименовал законом пророчества Исаии и Давида. Словами заграждаются всякие уста. Изображает хвастовство иудеев. И неостановимое стремление языка их. Ими пророк обуздал его как стремительный поток. Апостол же, разумеет, не то, будто для того грешили, чтобы заградились уста их. Но для того были обличаемы пророками. Чтобы не представляли грехов своих грехами неведение и не хвалили. И не одни иудеи. Но и весь мир становится виновен пред Богом. То есть осужден чужд, дерзновение, не оправдываемым собственными делами. Но имеющим нужду посторонней помощи. То есть благодати Христовой. Что же ты, иудей, хвалишься законом, когда ты наравне с остальным миром повинен, как не оправдываемый делами закона? Поколение закончено. Вопросы. Ну вот некоторые могут сказать, что закон дал для иудеев. Ну и вроде как остальной мир здесь ни при чем. Но они вот... Им же за закон не написано, поэтому они не виноваты. Так вот им сказать. Вот здесь толкователь говорит, что если для иудеев дан закон, то виновен весь мир как бы. Как бы такое напрашивается Бог. Но ты для иудеев закон дал с них и спрашиваешь, а что у нас излишников, а что с нас взять? Ну так вот. Это у тебя что-ли напрашивается? Что? У тебя что-ли напрашивается такой вопрос? Нет, не у меня. Ну я, допустим, знаю ответ, что иудей будет судим по своему закону, который ему даден. А человек, не знающий закона Моисеева, будет судим по своей совести. Его совесть. То есть если он не знает закона, для него совесть, его закон. Ну не было телевидения, не было радио, не было миссионеров, которые сейчас... А что? Ладно, Михаил. А вот о бессовестных людей, как с ними быть? Ну нет у них совести. А им что, как говорится, убить человека? Про того сказанного, который глушит свою совесть, совесть к нему говорит и свидетельствует. Весь мир через рассматриваемое творение Всевышнего Бога Отца, он видит всё, но не принимает, он просто отвергает это всё. Ему говорят, и телевизор говорит с двух программ о Боге вещает. И все верующие, вот Игнатий Тихонович, вещает на весь мир. И вот это, благодаря вот этому интернету, всё это идёт работа. А некоторые слышат и видят, а раз увидел, говорят, да ну ерунда, всё. Это прожжённая совесть, то есть сожжённой совести. Он просто глушит её совесть, забрасывает хоростом своим, вот этой жизнью мимолётной. И он положил всё своё деяние на приобретение богатств несметных. А другой получил эти богатства, пошёл в казино, проиграл все богатства. Вот чем делать. Если совесть этого человека не осуждает, будет ли его бог на что-то? Нет, совесть осуждает всякого. Это не всякого, но если человек бессовестный, он вновь... Для меня не являлось грехом многие вещи совершенно. Я считал, это совершенно нормальные вещи. Пока не обращаешься... С сожжённой совестью, когда она его совсем не мучает. Про меня я могу свидетельствовать, что совесть меня мучает всё время. Я борюсь всё время и всё, не могу перебороть вот это всё. Казалось бы, что это такое борода-то? Когда я такое курение бросил? А борода-то чёрт. Нет, не могу. Не могу, почему, не знаю. Без меня не можете делать ничего, Христос сказал. Ну, я к Христу-то обращаюсь, я всё время же обращаюсь. И ночью я поживаю, и Господи, проси меня, Господи, помоги, Господи, укрепи, Господи, наставь. Вот всё, сегодня вот мы со сватом молились о днём, о нашей жизни и прочее, всё такое молчание. Ну, мы же не оставляем Бога-то, просто наше поведение ниже всяческих похвал. Не выше, а ниже вот. Всё. Так, ну. Сергей, считай дальше. Идём дальше. Двадцать первый стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Толкование. Если ты, иудей, хвалишься законом, то знай, что он служит для тебя причиной большего наказания. Ибо через него ты узнал грех, а кто грешит сознанием, тому грозит большее наказание. Но это случалось по твоему нерадению, ибо ты не бежал от греха, делавшегося тебе известным, и потому навлёк на себя большее наказание. Как же освободишься ты от этого наказания, если принимаешь правду Божию, независимую от закона? Ибо нас оправдает Бог, хотя мы и не имели дел, потому что Бог всемогущий. Прекрасно выразился, явилась правда Божия, дабы показать, что правда Божия существовала прежде, но была сокрыта. И словами, о которой свидетельствуют законы пророки, также показывает, что она не что-либо новое, но что о ней говорили и закон Моисея, и пророки. Почему и достойна приятия, ибо хотя она независима от закона, однако совершенно согласна с законом, имеет целью оправдать нас. Вот, об оправдании давайте порассуждаем. Правда Божия и оправдания, это что здесь, синонимы? Не совсем понятно, знаете, хотя растолкуйте. Правда Божия и толковать, а правда Божия с нашей не сходится. Мои мысли не ваши мысли, но как небо от земли, так мои пути от ваших пути и мысли мои от ваших. В 55 главе пророка Исаия считаем. Я хотел о другом сказать. На днях пришлось мне посмотреть, в студии Берлазер пришел. Вообще я не ожидал, что он один приходит, но видимо с кем-то он был. И ему задают вопросы, и видно люди, то ли договорились или как, в виде нападок на него. Ну а вы знаете, кто Берлазер-то? Это главный руководящий в стране, а у евреев. А у евреев, значит, и по стране по всей. Ну и говорит, как вот у евреев одобряется, нет смешанной браки. Он говорит, нет. Ну как же, все народы должны делиться всем, кто... И он ему говорит, я не знаю, кто-то ведущий, понял или нет это, как Шевченко. У каждого народа своя цель. Сам сидит в шляпе, как истовый иудей-то. Я смотрю, да, знали кого послать сюда. Ну дальше-то расскажи, какая цель. Айси не понимает, который, видимо, задает вопросы. Не надо, я своими словами хочу сказать, не надо, чтобы твое данное тебе от Бога, прямо Бог упоминает, растворилось в другом. Если, ну, русский или еврей женился на мусульманке, и сыну, значит, ты ходи в мечеть, и ходи в православную, говорит, церковь или где, у него ни того, ни другого не будет. Он должен за свою жизнь отдать. И поэтому мы не одобряем эти браки, не одобряем эти связи. Мы должны делиться лучшим. Если им нравится что-то у нас, пусть они принимают это. Насколько он отвечает грамотно, умно. Вот у нас здесь, сейчас я могу ошибиться на год хотя бы, но года четыре назад евреи получили здесь, у них не синагога, а так называется как бы центр какой-то мудрости или как. И его прислали сюда, Каменецкий. Ну, когда нас собирал этот мэр города, всех, как считают, руководителей религиозных, и он здесь был. А я наблюдал за ним, рыжая борода, не тронутая никак, у мусульман, у сына бритая, в шляпе. И вот он выходит и говорит, поздравляем всех с Рождеством, еврей. Ну, не говорит с каким, а русский кивает головами. Я думаю, эх вы, гои. Но он же не сказал слово-то Христос. С Рождеством своей тещи он поздравил-то вас. Что вы не догадались-то? И он говорит, насколько у него продуманно и умно. Его учили на это. А сегодня говорят, Евангелие от Иоанна 8, 44. Бог сказал, ваш отец дьявол. Вот он, отец лжи. Они все лгут, везде евреи. У них отец дьявол. Они не Бога избраны, а сатана избраны. Люди не знают, что говорят. От избрания не отнимается. Хотя бы они приняли антихриста, но от народа не отнимается. Не отнимается. Там речь идет о грешниках. А к нам не относится, когда человек пьет, курит, там где-то на беговых скачках салоимения просаживает. Идет там, играет миллионы. Все это, ну как это, от Бога? Лжно-то слен. Ну, конечно, Бог его дьявол. Почему это к евреям-то относится только-то? Это ко всем относится? Христос-то говорил, к тем, которые рядом были евреи-то. А которые к Павлу относятся? Нет, конечно. А к апостолам? Нет, конечно. Надо смотреть шире на это, глядеть, как. Я вот все время повторяю, перехожу на сегодняшний день. Ну, грешный человек-то. Поэтому прослушаем все речи Путина, президента Российской Федерации. Насколько он умный, я не знаю, не могу сказать. Но советники у него одного уровня. И вот он сейчас там гранит, вот у Академии наук, которые деньги получают, и что. И все, я думаю, только последнее слово не хватает сказать. Были бы мы с Богом. Разве вы пенсию себе назначали 100 и 200 тысяч? Пенсию. Вы бы на моей пенсии остановились 6500-то. Ни одного изобретения нету. 40 лет там находится, ни одного изобретения нету. А там заходит в библиотеки, чужой скатает и прочее. И он взялся за них очень серьезно. Очень серьезно. И поворачиваются, а они сидят. Но нахмурил брови. Что мы будем дальше делать? Видно, что власть свою он не выпустит так просто из рук. Я только хочу ему сказать, нигде не бери пирожки. Не пей, не ешь ничего из чужих рук. Так прямо закричал бы ему. Почему? Закон Божий, если люди не знают, идут на самое тяжкое. А законы пророки, если это говорят, ты должен склонить голову и сказать «Аминь». Они сказали, тебе уже не надо размышлять. Бог громит всех. Ну вот Самария и Иудея. Можно их сравнить? Да, конечно, нет. А Бог говорит «А голая и оголива». Пророк Иезекииль. Это две сестры. И как они блудят. Ну, там матерков-то нету в Библии-то. Но и так понятно о чем. Под каким раскидистым деревом ты широко не раскидывала ноги для всякого мимоходящего. Тут непонятно о чем говорит. Ты блудила до изнеможения. Другие хотя бы за подарки проститутки-то. А ты просто ради своей прихоти все это делала. И кто что это? Иерусалим. Единственное избранное место. Ну, пророка-то и убить надо. И когда сегодня говоришь «С кем не блудила православие сегодня?» Какому вождю к сталинскому гранищу тянулись, лизали там. И сегодня это все везде. Ну, встаньте прямо, скажите, обличите. Обличи и пойди на эшафот. Скажи ему «Почему так бедный народ живет?» И скажи о Боге. Чтобы закон Яровой убрали. Чтобы его духу не было. Я вот сегодня получил только письмо по интернету из местной администрации Краевой. Что они берут попечение над детскими лагерями. Чтобы я им ответил, какие у меня замыслы о лагере. Что я должен ответить? Лагеря нет. Они еще ничего не знают. 18 июля я его ликвидировал полностью. Его больше не будет. Не будет. Это невозможно. Ну, а как мы даже закон не можем усмотреть для себя? Вот здесь, как сказать, убежище. Слово Божие – это крепкая башня. И праведник там спасается. У баптистов есть хорошее. О имя Иисуса нам так сладостно одно. Спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано. И дальше, говорит, в нем мой маяк к нему плыву и направляю путь. В нем пристань, где склавню главу, чтобы вечно отдохнуть. Все. Так. Ну и все. Вопросы, пожалуйста. Не появились? На кого? Молитва. Тогда надо молитву. Будем молиться и заканчивать. Закончили мы на 24-м. Ой, на 22-м. На 21-м стихе. Закончили мы на 24-м. И я вам восстанавливаю в душу и сущую. Боя в мать сутя величая. На тихо, молитесь. Милосердный Создатель, сотворивший все видимое и невидимое, мы предстали пред Твоим величием и просим Тебя, Господи Божий наш, Творец наш, во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, услышь нашу молитву и прости, в чем мы погрешили по сей день и в этих занятиях. Исправь, исполни благодать и Духа Твоего Святого и сохрани на всех в святой православной вере. Благослови патриарха, епископа, священников и пасту и даруй всем духовное рождение свыше. Благослови правителя, умудри, наведи страх Твой на них и сохрани их всех от покушения. Господи, даруй мир Израилю, избраннику Твоему, Россию, Украине и Сирии, где война идет, и убивай детям Твоим, открой двери рая. Тебе, Господи, слава, Тебе счастье и поклонение за все. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.